Доброе утро! Валентин Амбалутой. Валентин Амбалутович, доброе утро! Доброе утро! Сколько много официальной информации! Да, да, мы пытались выникнуть. Расскажите, кто обязан предоставить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ? Обязаны те лица, которые реализовали недвижимое имущество, иное имущество в 2021 году, которые сдавали в аренду объекты недвижимого имущества, получали доходы из урбежных источников, также предприниматели обязаны, адвокаты и нотариусы. И иные лица, которые получили доходы в 2021 году. Так, а какой срок предоставления налоговой декларации и срок уплаты? Вы уже заранее сказали, что это 4 мая. Вообще установлен законодательно 30 апреля. Но поскольку выходные выпадают на этот день, то, соответственно, срок переносится на первый рабочий день. Вот в этом году он будет 4 мая, поэтому до этой даты необходимо сдать декларацию. Но при этом хотел бы отметить, что самозанятые не сдают декларацию, поскольку они, ну, там иной порядок уплаты. И даже те, которые сдают в аренду объекты недвижимого имущества. Поэтому тоже вот эту особенность надо учитывать. И те лица, у которых получили доход по недвижимому имуществу меньше миллиона рублей и по другому, ну, там транспортные средства, допустим, меньше 250 тысяч, они тоже не обязаны вот в этом году сдавать декларацию, реализация, если была в 2021 году. Такая вот особенность. Удобненько. Скажите, а если вдруг человек не сдал по какой-то причине недобросовестно или в целом не отчитался вовремя? Подзабыл, может быть. Да, может быть, подзабыл, как мы с Мариной. Какие последствия ждут в этом случае? Если платежщик у нас, соответственно, до того, как мы начинаем вот эти мероприятия по самостоятельной камеральной проверке, то мы уведомляем платежщика, побуждая его представить отчетность, поскольку к нам поступают данные из регистрирующих органов, мы этой информацией владеем. По всей Российской Федерации приходят данные, и, конечно, мы видим, у кого реализация была меньше и минимального срока владения объектом недвижимого общества или транспортных средств. Поэтому мы уведомляем платежщик, если не представляет, мы самостоятельно инициируем налоговую проверку камеральную после 15 июля, поскольку срок уплаты, если ты декларишь свои доходы, он устанавливается не позднее 15 июля этого года, должен быть установлен. И после 15 июля мы начинаем камеральную проверку, и далее доначисляются штрафные санкции, то есть у нас две статьи применяются, 119 и 112, в которых штраф 20% и также еще и пеня плюсом идет. То есть, конечно, для платежщика все-таки проще и, наверное, менее затратно представить налоговую декларацию, поскольку ранее такого права у нас не было, сейчас у нас она появилась. И как одна из форм побуждений, то есть мы ее, конечно, будем активно применять. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что единая база по всей России, то есть если даже где-то налогоплательщик занимался какой-то деятельностью сдачи, аренды или что-то еще, в другом, например, где-то субъекте, в другом регионе, вы все равно об этом? Да. Если объект недвижимого общества был реализован за пределами нашего субъекта, мы тоже об этом узнаем. Но платежщик, допустим, проживает на территории нашего Хантамасийского округа, то мы, конечно, об этом узнаем. По аренде данные нам не представляется, вот именно по реализации транспорта, недвижимого имущества, то это, конечно, да. И есть, конечно, кроме вот таких вот побуждающих мероплательщиков, мы еще и, скажем так, стимулирующие к занятию спортом меры применяем. Это когда мы вычет получаем. Может, платежщик в этом году, если затрачивал на фитнес-услуги, он может получить вычет, да, но при этом надо, чтобы предприниматель и организация была включена в перечень определенной по честам Российской Федерации. И платежщик может либо у работодателя вычет получить, либо по итогам года уже заявить, соответственно, с следующего. Каким способом можно подать декларацию? Ну, предпочтительный способ для нас это является, конечно, в электронном виде через личный кабинет. То есть это там, поскольку подтягиваются автоматические данные из справки 2НДФЛ, то есть меньше затрат платежщик делает трудовых по ее заполнению. Есть подсказки, да, и можно там сделать. Можно, конечно, лично в МФЦ представить через своего представителя по доверенности нотариально, поскольку здесь требуется нотариальная доверенность. Ну, электронный еще и плюс в том, что сводится к минимуму, да, это посещение. Да, но она автоматически попадает вместе с документами, которые прилагаются. Там есть возможность приложить подтверждающие документы. Про это тоже надо не забывать, поскольку если представляется неполный пакет документов, то процедура может затянуться, да, возврата. То есть, соответственно, конечно, нужно учитывать эти моменты. Да, ну и есть еще один такой момент, когда платежщику вообще ничего там не надо делать. Это когда мы в упрощенном порядке вычеты предоставляются по двум вариантам. Это при покупке недвижимости и при открытии индивидуального инвестиционного счета. Представляется в упрощенном порядке, то есть не позднее 20 марта у платежщика будет предзаполнивое заявление в личном кабинете, появится автоматический. То есть, если он его утвердит, то это будет уже, это заявление поступает к нам. Мы проводим такую же камеральную проверку и сроки при упрощенной вычете, они сокращаются в два раза. То есть, если там 4 месяца, ну это максимальный срок для возврата, то здесь до двух месяцев мы производим и камеральную проверку, и возврат платежщику. То есть, здесь проще. Ну, то есть, направленные меры для того, чтобы платежщику меньше надо было телодвижения сделать, да, и проще получить вычет. Гораздо проще. Валентин Анатольевич, спасибо, что пришли. Каждый раз, когда вы к нам приходите, какая-то такая дисциплина в коллективе сразу наступает, и всем хочется провести все свои личные кабинеты. Срочно сдать декларацию. Главное только, чтобы понимали, что когда ты вычет заявляешь и хочешь получить деньги из бюджета, то там сроков таких нет. А если ты получил доход или реализовал объект недвижимущества, вот как раз, вот этот срок и применяется, чтобы люди понимали, что есть разные, есть обязанности и право вычет получить. То есть, это как бы тоже надо учитывать. Спасибо большое. Мы будем надеяться, что наши граждане все-таки люди сознательные, ответственные. И все вовремя, везде все заплатят, чтобы у вас не было лишней работы. Спасибо большое. Большое спасибо вам. Друзья, с гостем прощаемся. Вам же говорим, не расходитесь. Мы вернемся буквально через несколько минут.